Привет! Вы на отличном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Прямо сейчас вы видите отличный технический контент, поэтому обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. А также заходите на наш сайт, заходите в наши соцсети и покупайте у нас отличные запчасти. В комментариях было много просьб о Мазде. Итак, встречаем 2,2-литровый дизель от Mazda. 2,2-литровый дизель от Mazda относится к старому поколению двигателей R2, которые появились аж в 1980-х годах. Он был создан на базе двухлитрового двигателя RF. Обычно эти двигатели ставились на коммерческую технику, такую как пикапы B-серии, микроавтобусы Bongo и другие. К слову, в 2008 году двигатель был модернизирован и подготовлен для установки на Mazda CX-7, кроссовер Mazda 6 и Mazda 3. 2,2-литровый МЗТ-RCD очень отличается от двухлитрового. В частности, в ГБЦ у него два распредвала, цепной привод ГРМ, маслонасос тоже приводится цепью, в то время как с двухлитровым приводится шестерню. Также в этом двигателе есть балансировочные валы. Можно отметить, что двухлитровый 2,2-литровый дизель роднит блок с диаметром цилиндров 86 миллиметров. Также тепловые зазоры клапанов регулируются винтами и система Common Rail от Denso. Двигатель 2,2-литровый МЗТ-RCD дебютировал в августе 2008 года на Mazda 6. Также его ставили на кроссовер CX-7 и Mazda 3. Развивает он мощность от 125 до 173 лошадиных сил. Все версии отличаются только прошивкой блока. И о его проблемах мы будем рассказывать на примере двигателя с Mazda 6 2008 года выпуска. Этот двигатель в плачевном состоянии. Неудивительно, потому что у него есть очень много врожденных проблем, которые приводят его к замене на контрактный. Дизельный двигатель Mazda объемом 2,2 литра надежнее, чем двухлитровый, но не лишен проблем, особенно фамильных. Потому что прогорание шайб, как и в двухлитровом двигателе, может привести к гибели двигателя. Также японские инженеры просчитались с ресурсом привода ГРМ. Можно сказать, что сажевый фильтр на вот этом двигателе создает меньше проблем, чем на двухлитровом. Но если регенерация сажевого фильтра будет происходить на холостых оборотах либо на скорости до 40 км в час и до 2000 оборотов, то обязательно солярка попадет в поддон. Дело в том, что при прожиге сажевого фильтра осуществляется впрыск избыточных порций топлива, которые должны догорать в сажевом фильтре. На практике же лишнее топливо просачивается по стенкам цилиндров через компрессионные кольца и попадает в поддон. При постоянной городской езде уровень масла с топливом может достичь запредельных значений. Здесь на щупе есть метка X, которая означает запредельный уровень масла в поддоне. Это 7 литров. Также на запредельный уровень может указывать моргающий индикатор давления масла. И чтобы не допустить запредельного уровня солярки в масле, надо часто выгуливать двигатель 2.2 на трассах. На двигателе Mazda 2.2 NZR CD установится турбина IHI VJ41 или VJ42. Также стоит отметить, что картридж этой турбины не только смазывается маслом, но и охлаждается антифризом. Турбина очень надежная, но ее здоровье может подкосить солярку, которая может оказаться в масле. В первую очередь страдает вал и подшипники. Из-за этого мы получаем люфт и выработку. Состояние же нашей турбины плачевное. Обратите внимание, какой здесь большой радиальный люфт. Геометрия данной турбины служит без проблем. Случаи ее подклинивания минимальные. Также на турбине установлен датчик положения геометрии. В случае выхода его из строя показываются соответствующие ошибки и сразу двигатель теряет мощность. По оригиналу датчик не идет как отдельная деталь. Он является частью турбины, но в продаже уже есть единственный заменитель. Обратим внимание, что рециркулирующие газы к клапану EGR подаются по двум каналам. Один канал не охлаждается антифризом, второй канал охлаждается, а переключает эти каналы вот этот вакуумный актуатор. Ну а вакуумным актуатором управляет вот этот электромагнитный клапан. Данная система беспроблемная. Ломаться здесь нечему, разве что может выйти из строя вот этот клапан. Встречаем клапан EGR. Он здесь электронный с мощным мотором сервопривода. У него очень удачная конструкция. Клапан просто подается вперед и никакая сажа его не блокирует. Поэтому на этом двигателе он служит без проблем долгие годы. Мы, конечно, многое повидали, но чтобы свечи накала были установлены в отверстиях крепления впускного коллектора и мешали его снятию, это, конечно, круто. Знаковый момент. Впервые на нашей разборочке мы выкручиваем свечи накала. Итак, результаты нашей лотереи. Из четырех свечей осталась в живых только одна. Остальные сломались. Как и младший мотор, мотор Mazda 2.2 оснащен TNVD Denso HP3. Этот насос очень похож на рестайлинговый насос двигателя RF7J, который мы уже разбирали. Кликаем по ссылке и смотрим. У него очень компактный дозирующий клапан. Этот клапан регулирует количество топлива, которое подается от подкачивающего насоса к плунжеру секции высокого давления. Подкачивающий насос встроен в ТНВД. Собственно, клапан – это единственное слабое место. Если клапан не в порядке, то двигатель плохо заводится, троит и плохо держит холостые обороты. ТНВД отлично диагностируется, а клапан можно заменить. Мы много рассказываем о Common Rail и в комментариях встречаются люди, которые до сих пор не верят в те величины давления, которые производят насосы. Так вот, этот насос создает давление в 2000 бар, которое хранится вот в этой топливной рампе. В этой топливной рампе есть клапан сброса давления, если давление достигнет до 2400 бар. Разумеется, давление в 2000 бар достигается при максимальной нагрузке на двигатель. Форсунки на всех вариантах двигателя 2.2 одинаковые. Это форсунки Denso 3-го поколения. Они надежные. Им еще повезло больше, потому что топливо сейчас стало более качественным, поэтому они ходят дольше. Самая нагруженная деталь в форсунках – это двухходовый клапан. При его износе форсунки сильно льют топливо в обратку. Клапан продается отдельно, но вы можете купить отличные форсунки в «АвтоСтронг-М». При ремонте и замене форсунок желательно генерировать QR-код и прописывать его в ВБУ. Но делать это необязательно. Заводом предусмотрена процедура калибровки форсунок путем соединения с массой контакта в блоке предохранителей. Итак, встречаем. Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Тепловые зазоры проверяются и, если надо, регулируются каждые 120 тысяч километров. Для их регулировки не надо никаких деталей, кроме щупа, шестигранника и ключа на 12. По состоянию видна сильная выработка, поэтому распредвалы у нас уходят в утиль. Двигатель Mazda 2.2 MZTR-CD унаследовал от своего младшего брата проблему с прогоранием огнеупорных шайб, которые находятся под форсунками. Дело в том, что раскаленные газы попадают под клапанную крышку, перегревают масло и тогда в масле образуются некие вкрапления сгустки, которые потом попадают в сетку маслозаборника. И тогда начинается масляное голодание со всеми вытекающими последствиями. Но стоит обратить внимание, что колодцы, в которых стоят форсунки, высокие и упираются в клапанную крышку, но нет там нормального уплотнения. И поэтому газы все-таки прорываются и попадают под клапанную крышку. Скоро мы будем упоминать про датчики распредвалов и датчик коленвала. И сейчас самое время показать, где они находятся. Датчик распредвалов и датчик коленвала. Цепь ГРМ на двигателях Mazda растягивалась. При смешных пробегах 50-100 тысяч километров, то есть не выхаживала гарантию. Поэтому Mazda организовывала сервисные компании по замене цепи. Растянутая цепь ГРМ начинает громыхать на холодном двигателе и может перескочить. Соответственно, клапана и поршни встретятся. Интересно, что дилерским и неофициальным ПО можно получить информацию о растяжении цепи. Дело в том, что датчик распредвалов и датчик коленвала видят отклонения. То есть, если отклонение валов 10,45 градусов, то цепь надо менять. Менять ее желательно всем комплектом с направляющими со звездами, а также с цепью маслонасоса. Натяжение цепи у нас вопросов не вызывает, но вызывает настороженность вот этот масляный нагар на шестерне вакуумного насоса. С маслом тут явно были вопросы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, болты откручиваются очень легко. Егор у нас просто очень хороший актер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не верю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Масло-нагар, нагар, масло-масло-нагар, то есть полный капец. Непонятно, что было с этим блоком, потому что вот этот болт вообще ни в какую не выходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В цилиндрах состояние не лучше, хон еле просматривается, задиров нет, но по ходу здесь был прорыв антифриза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот те самые балансирные валы вместе с маслонасосом. Кстати, сеточка у нас, как ни странно, чистая, хотя при проблемах с маслом у мотора она обычно забитая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два поршня с одного двигателя. Выглядят они по-разному, они даже разного цвета. Обратите внимание, что компрессионные кольца не залегли и подвижны, а вот маслосъемное кольцо здесь не залегло и не закоксовалось, а вот здесь закоксовалось. По вкладышам износ одинаковый, видны задиры. То же самое можно сказать и про донышки поршней. То есть здесь что-то горело, кипело, здесь все чисто. И можно заметить, что разный износ графитового напыления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но если брать во внимание состояние мотора, то совершенно очевидно, что вкладыши поизносились, особенно третий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абсолютно на всех шейках коленвала видны потертости, что говорит об износе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разборка закончена и сегодня мы разобрали очень интересный двигатель. Проблемы в нем обычно случаются из-за цепи ГРМ, но данный экземпляр с несвоевременным обслуживанием и с прогоревшими шайбами. Поэтому было сегодня интересно. Если ты хочешь знать об запчастях, моторах, коробках, все, обязательно подпишись на наш канал, заходи на наши соцсети, поставь лайк этому видео. И помни, что с тобой была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok